Исполнением гимна нашей страны открылась 23 конференция местного отделения партии «Единая Россия». На встрече единомышленников присутствовали 53 делегата. Кворум есть. Главный вопрос повестки – подведение итогов работы за пять лет. Проведено 1614 мероприятий по 12 партийным проектам, в том числе 9 федеральных. Это крепкая семья, городская среда, здоровое будущее, старшее поколение, историческое память, детский спорт, чистая страна, новая школа и народный контроль. За каждым проектом закреплен куратор и состава местного полицовета партии. Всего общий охват участников составил более 10 тысяч человек. Кроме того, в сложный период эпидемии многие единороссы вошли в число волонтеров округа. Они развозят продукты и лекарства, раздают средства дезинфекции и маски, помогают пенсионерам и одиноким людям. Члены партии принимают участие во всех мероприятиях муниципалитета. Первичное отделение – это основа всей партийной работы. Для нас сегодня особенно важно постоянно укреплять первички, совершенствовать форму их организационной работы по обновлению и улучшению качественного состава, сделать их действительным настоящим центром партийных инициатив, тем самым максимально приблизить партийную работу к людям. Далее делегаты конференции приняли участие в голосовании по избранию секретаря местного отделения «Единой России». Готово на бюллетене 88, выдано 53 бюллетени. При вскрытие у дезинфекционного голосования оказалось 53 бюллетени. Признание действительным минусом. В бюллетенях две фамилии, подавляющим большинством 52 голосами. Из 53 секретарем местного отделения партии переизбран глава Ленинского городского округа Алексей Спаский. Он поблагодарил всех за доверие и напомнил коллегам, что впереди предстоит еще много работы на благо жителей. Также на конференции были избраны члены местного политического совета и контрольной комиссии партии. Екатерина Коваленко, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.